здравствуйте я уже снял несколько роликов по поводу быстрой зарядки а касается это именно сяоми и и turbo зарядки именно turbo сейчас разговор пойдет именно об этом и все-таки не смолкают комментарии где просят показать оригинальные зарядные устройства как они заряжают в сравнении вот с такими которые надувают аккумуляторы это если что это из комментария это не я сказал в комментариях достаточно интересные иногда вещи пишут и достаточно познавательные ну да ладно хотя он меня немножко задел я скажу точно надувает и надувает я даже не знаю с таким ногтем можно продолжать видео снимать или нет я тут апельсинчик чистил как-то он пожелтел на камеру я смотрю сейчас вернусь и так бытует мнение что только при использовании оригинального зарядного устройства особенная ветка есть про пятиконтактное зарядное устройство вот оно кстати что только она будет давать максимальный ток при зарядке а все остальные будут просто надувать аккумулятор ой да что ж я это самое я не могу это так ладно к сожалению у меня всего лишь два телефона один мой старый я с ним проходил наверное года полтора уже вот этот mi9 t pro а да кстати я все время заряжал вот этим надувал вот этим зарядным устройством а второй тоже mi9 t pro но он куплен совершенно недавно он абсолютно новый и я прекрасно понимаю людей которые по ним покупают эти аппараты на авито там или еще где-то потому что но он реально нормальные качественные он там сейчас стоит наверное 15 тысяч но на момент снятия видео а какие-то новинки с худшими процессорами продают примерно за ту же цену ну да ладно не о телефонных разговор а разговор именно о зарядных устройствах и так есть у меня вот 27 ватт на и вот это зарядное устройство сейчас попробую ближе на камеру показать чтобы кому-то было понятно что это за зарядное устройство это 27 ватт она комплектная от до кабель кстати тоже из комплекта этот комплект весь от вот этой зарядки беспроводной сяоми в ней все хорошо кстати говоря я отвлекусь на секундочку в ней все хорошо только если где-нибудь не дай бог у вас где-то кусочек пыли все попрощайтесь с ее чистотой она прям невероятно на себя принимает если вы ее забыли где-нибудь очень жесть но она работает она безотказная хорошая зарядка и ну и соответственно хорош зарядное устройство да действительно неплохое 27 ватт недавно наконец-то я смог из комплекта забрать 5 контактный и кабель сейчас попробую его поближе показать да вот там видно 5 контактик посерединке вот есть он и зарядное устройство тоже 5 контактные вот этот контактику здесь вот посерединке как раз касается того пятого контакта на кабеле это зарядное устройство имеет вот такую маркировку она 33 ватта и я бы сказал что один тоже неплохой зарядную строй туда я на всякий случай не снимал qr-код чтобы проверить но в общем все это оригинал это из комплекта потому что насколько мне известно китайцы не продают отдельно оригиналы ну если кто-то знает поспорите со мной скажите об этом в комментариях но я считаю что хотя может быть теперь и стали ладно дальше вот этого зарядное устройство она просто классное и отличное зарядное устройство но она просто универсальное но в нем все хорошо она заряжает прям идеально ну и вот на это у меня был обзор им вот я пользуюсь постоянно она у меня ежедневно в розетке она не вытыкается она не греется ну я не знаю не буду расхваливать это в принципе какой-то там уже я уже даже название бренда не помню я разобрал на камеру показал что внутри здесь действительно 65 под 80 все в нем нормальный просто надувает аккумулятор ладно все теперь перейдем сразу к практике и посмотрим кто же из них и как работает и если между ними разница по скорости зарядки еще раз хочу сказать что проверять буду только нами 9т про у меня нет других аппаратов к сожалению проверить не смогу так запустим аиду 64 здесь есть батарея кто-то в комментариях писал что надо по иди смотреть принципе это правильно правильно сейчас я тогда камеру пониже опущу чтобы было хорошо видно и так первым оригинальное зарядное устройство пятиконтактное с пятым контактом как на заряднике так и на кабеле все это я включу через тестер потому что тестер реально показывает да если кто-то думает что тестер не дает работать пятому контакту то вот этот тестер реально дает работать пятому контакту мы сейчас я все это на примере и покажу так подключаемся смотрим на тестер и смотрим сюда на батарею видим что ток растет здесь у нас 5 ампер почти 4 600 4 700 здесь почти 27 вас здесь 5 ампер 4 900 4 800 то есть это вот самый максимум и сбрасывается сбрасывается 3 900 3 900 так и сбрасывается в среднем потребляет 20 ватт 20 ватт так и потребляет в аиде здесь у нас 3 900 ну давайте так 4 ампера 4 ампер будет не на емкой смотрим а вот на скорость зарядки 3 900 вот такая вот история поначалу было 5 практически было 27 ватт и после этого скатилась вот до 20 ватт примерно все готово поехали смотреть следующий берем 27 ватт и зарядное устройство она четырехконтактные никаких там пяти контактов нет все вот так вот всего четыре контакта вот так хорошо видно кабель соответственно тоже но это оригинал это вот как я уже сказал от беспроводной зарядки которая которая кстати говорят дает turbo телефону это все китайская поэтому нужен переходник китайская в смысле коренное для для коренных жителей и так к сожалению в процессе снятия видео родной кабель совершенно родной перестал заряжать под turbo зарядки да такое бывает на моей практике было тоже достаточно много случаев когда родные хорошие вещи ну правильно ему наверное вот этому года два ладно я сменим на какой-нибудь такой неплохой кабель вот этот вот есть у меня на него обзор и посмотрим что же с ним получается заряда черт штурба конечно же с родным зарядным устройством и так 14 14 17 18 19 23 с половиной почти что 24 ватта и смотрим раз опять до 20 ватт опускается смотрим пойдем в аиду смотрим идем в аиду также 4 ампера 3 900 3 900 то есть ничем практически не отличается от родного вот этого пятиконтакта еще один момент интересный я не знаю сейчас я засеку его или нет надо попробовать сейчас переткнуться вот вот в это сейчас посмотрим насколько здесь быстрее пойдет зарядка я специально наверно до 3 500 4 300 4 4 500 4 500 3 900 опять и опять скинул до до 3 900 то есть хорошо поднимает точно так же как на оригинальном практически но до 5 не не подняло это поднял до 5 вот этот пятиконтактный а этот до четырех с половиной можно попробовать еще раз переткнуть получится это или нет 4 500 чит да ну где то вот так вот 4 500 максимально ну в общем 20 ватт 20 ватт и казалось бы как же так почему вот 20 ватт что такое почему так мало может быть у меня прошивка да и он шит и перешит и этот телефон бедняжка вот совершенно новый на родной прошивки проверяем смотрим что тут получается до charge turbo смотрим здесь 2120 точно также он потребляет это вот такой вот родное зарядное устройство дальше переходим к этому который надувает аккумуляторы судя по комментариям посмотрим как он надует в этом случае сейчас не увидели что что пошло charge turbo надо обязательно показать да здесь происходит не так быстро но она понимает и он все они между собой там понимая друг друга и идет совершенно до 24 вата сейчас смотрим снова виду идем точно также 3 900 и выше не поднимается выше не ни в какую не поднимается как было 20 ватт так и есть но чуть больше чуть больше 20 ватт 4 ампера дальше вот это зарядное устройство я его запитаю сейчас через power delivery потому что power delivery есть 65 ватт как раз таки вот в этом зарядном устройстве она вообще безотказная сколько я им пользовался столько она работает прям идеально безотказно мне очень нравится не хочу расхваливать не поняли что это реклама 23 900 3 945 нет не поднимается выше также точно также 4 ампера 4 ампера все в точности абсолютно и на всякий случай до возьмем снова не сшитый телефон ну вдруг мало ли что посмотрим и какое же здесь будет мощность какая на зарядку 20 выше не поднимается 20 ватт этот кабель кстати но чуть-чуть он подбирает чуть больше вот когда выключается дисплей мы видим скачки добывает такое это вполне нормально они друг друга и значится понимают и так вернемся еще раз к зарядному устройству 33 вата которая снова используем кабель пятиконтактный еще разочек заходим в аиду для чего я это показываю чтобы не было вопросов что тестер включенный последовательно в цепь не дает корректно общаться между собой зарядное устройство и телефону то есть вот сейчас ключ включу напрямую напрямую и также выше но может быть может быть иногда до 5 ампер и поднимется для этого надо несколько раз переткнуть воткнуть может быть сначала другое зарядное устройство попробовать может быть еще какое-то вот больше больше 4 400 4 600 4 700 4 600 и сейчас должно все это дело падать 3 900 все упало и выше она не поднимется уже так будет идти зарядка она даже на выключенном я проверял и на включенном без разницы так 4 ампера у нас и получается вот такая вот история вот она это оригинальная 33 ватные зарядное устройство это mi9 t pro это тоже mi9 t pro и ведут они себя совершенно одинаково если мы возьмем сейчас какой-нибудь еще раз на всякий случай зарядное устройство которое прям не оригинал вот она прям не оригинал она по некоторым комментариям она прям просто ужасная и и будем заряжать тот же телефон здесь конечно надо немножко подождать 4 400 поднял 4 но 4 400 33 900 так и упала так и падает то есть абсолютно одинаковая скорость зарядки что оригинала с 5 контактным кабелем что не оригинала без 5 контактного кабеля что в принципе я и хотел все это время доказать я достаточно долго к этому шел к этому видео и поскольку я пользуюсь этим телефоном и и похожими есть еще и mi9 и mi8 эти вообще плохо заряжается этот конечно побыстрее и у приятелей в магазине которыми торгуют там бушкой телефоном я попроверял практически все и примерно вполне понимаю что и как работает но на словах конечно же мне никто не верил поэтому вот я показал это все на практике все заряжается есть 20 ватт этот смотрим я специально не обрезаю видео чтобы показать какой скоростью появляется турбо вот и с какой скоростью начинает заряжаться 20 с лишним ватного 21 вот примерно вот так вот да еще я видел некоторые вопросы в теме в теме на фо пда что мол через тестер ничего не работает правильно через некоторые тестеры ни о какой быстрой зарядки речи быть не может не то что быстрый там от turbo то есть быстрая она может быть и быть и будет вот сейчас идет turbo сейчас пошло все хорошо и замечательно 24 ватта 20 скинула скинула также 20 и остается вот через это допустим пойдет но использую какой-нибудь совсем плохенький тестер старенький так это еще не очень плохенький вот этот у меня совсем старый старый я не знаю видно его не видно он у него он наш просадку показывает вот ну и все быстрая зарядка естественно не идет потому что ну старый тестер через него если вы хорошо пошевелить конечно туда-сюда по мастурбировать немножко вот в гнезде конечно может быть что-то и пойдет вот контакты зачистится здесь зачистится вот может быть что-то и сработает когда-то вот и пойдет об уже и быстрая зарядка до после мастурбации ой зачем я это слово говорю но однако так оно и есть да хочешь чистые контакты пожалуйста вот так можно добиться еще и turbo давайте вот так вот немножко поделаем здесь поделаем здесь быстрая об от и turbo то есть все понимают дав что и как работает что электрика наука о контактах вот здесь у нас пошло вот ну также 20 ватт также до ровно 20 ватт все пожалуй на этом все что я хотел рассказал все кто писал в комментариях что надо использовать только оригинальное зарядное устройство и только на нем будет turbo нет это не так и именно 5 контактные вот в данном вот моем случае это не так на других аппаратах если у кого есть какой опыт по этому вопросу я прошу поделиться в комментариях как это действительно выглядит на других аппаратах если в оригинальное зарядное устройство воткнуть не оригинальный кабель допустим вот такой вот мы уже привыкли наверно да к показателям примерно 22 он показывает вата то он будет в принципе показывать то же самое чарж turbo загорелась сейчас они поймут друг друга и здесь будет да так и есть 22 горит то есть что с этим что с тем пятый контакт практически ни на что не влияет да мы проверили что на пятом контакте иногда разгоняется быстрее зарядка но это всего на пол ампера и это крайне мало вот теперь наверное пожалуй действительно все что я хотел сказать вот такое спонтанное видео у меня получилось а я по традиции всем желаю качественных гаджетов удачных покупок сети и пока